Доброго дня! Хотел бы показать, сколько нажился на вас за последний месяц. Как видите, с жирю бешусь. Также хочу напомнить, что донатов не прошу, от предложений отказываюсь, ничего не произвожу, не продаю и не рекламирую. Только исследование и разработка нетрадиционных устройств. Единственное, хотелось бы хоть малейшего уважения к моей волонтерской и опасной деятельности. Мои последние выпуски были посвящены надвигающейся угрозе планетарного масштаба. В нашей планете объявлена война. Пока был выпущен контрольный снаряд для пристрелки, последствия и жертвы уже имеются. Но, по моему мнению, все еще впереди. О том, что что-то подобное должно произойти, я знал уже в 1992 году. Мне об этом подсказали. Более полугода назад я намекал про подобное и старался успеть создать то, что хоть как-то могло воспрепятствовать глобальной неизбежности. Но, видно, уже запаздываю. Поэтому последнее время усиленно посвятил свою деятельность изготовлению особых устройств и испытании их на жертвах первой атаки. К сожалению, сложно реально достучаться хоть до кого-либо, особенно когда границы уже перекрыты. Поэтому в последнем стриме я сказал, что записал экспериментальный сеанс по дистанционному воздействию биоэнергии от разработанных мною различных версий энергопосохов. Раз у меня нет возможности повлиять на ситуацию прямо, то буду пробовать дистанционно. Тем более я уже проводил пару раз подобные эксперименты и они дали результаты. Так вот, суть эксперимента состоит в дистанционном воздействии на иммунную систему любого живого организма для ее пробуждения. Так как если у участников эксперимента есть некие проблемы с организмом, в особенности заражения вирусами или зловредными бактериями, то разбуженная иммунная система должна найти в себе силы для борьбы с вторжением или исправлением неких проблем, то есть болезней или физических повреждений, приобретенных ранее. Еще действие энергопосоха может устранить депрессию или панику, что сейчас весьма актуально в сложившейся мировой обстановке. Самим экспериментом сложности нет. Вам необходимо будет включить видеоролик на любом воспроизводящем устройстве, компьютере, мобильнике или телевизоре. Смотреть не обязательно, даже звук можете выключить. Оптимально будет просто лечь на кровать или сесть в кресло и закрыть глаза. Если воспроизводите на мобильнике, то просто положите рядом с собой. Сам сеанс можете воспроизводить хоть несколько раз подряд или несколько раз в день. В этом видео я даю процесс, как он был при записи. Следующий ролик я выложу с чисто нарезанными фрагментами без предварительных пояснений. Будет чисто сеанс на 15 минут. Вы можете скачать эти ролики и воспроизводить на любом устройстве. Распространяйте его всем, кому интересно попробовать оздоровить свой организм. Конечно, меня особо интересуют испытания на заболевших вирусом мирового значения. И самое главное, мне нужны ваши результаты и комментарии. Почувствовали ли вы что-то? Произошли ли какие-либо изменения? Повлиял ли сеанс на ваше самочувствие в целом? На ваше настроение, сон, аппетит? Чем более подробно вы опишите результаты, тем лучше я смогу создать новый скорректированный сеанс. При воспроизведении, если будете чувствовать некое воздействие, желательно, чтобы вы зафиксировали, на каком именно фрагменте это произошло. Так как я для эксперимента изготовил три варианта энергопосохов. И каждый имеет свои особенности. К тому же, на пару минут я провел сеанс сразу с тремя посохами. И, конечно, мне хотелось бы знать, насколько это актуально. Теперь некоторые ограничения. Если у вас проблемы с сердцем или с психикой, то постарайтесь провести сеанс под присмотром кого-либо. В особенности, если первый раз у вас появится некий дискомфорт, закружится голова или другие побочные явления, то тогда пока выключите воспроизведение и позже повторите. Очень редко, но у психически неурновешенных может появиться агрессия или попытка истерики. Тут, конечно, надо прекращать. Довольно часто люди засыпают при сеансе. У многих меняется сон в лучшую сторону. Можете поэкспериментировать с растениями, животными, птицами. Теперь, если вы все выслушали и приняли, то начинаю сеанс дистанционного воздействия. Как видите, это новая конструкция трех посохов. Это уже даже можно назвать не посох, а колонным. Там уже диаметр побольше излучателей. Я потом покажу конструкцию. Это на медной фольге. Это алюминиевой. Это тоже на медной фольге. Разница между предыдущими посохами, что я увеличил излучатели на четверть. И сейчас чуть-чуть продемонстрирую, как они действуют. Вот такой вы видели у меня индикатор. Тут сразу и неонки, и светодиоды. Я демонстрировал его, когда показывал, как работает статическое электричество. Это тот индикатор, которым я постоянно пользуюсь. Как видите, уже перекрывают друг друга. Вот так посмотрим. Тоже идет полное перекрытие. Вот такой вариант. Полтора метра лампа. Полтора метра лампа. Сейчас будет проведен двухминутный сеанс на все три излучателя и я буду направлять энергию против вирусов Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас провожу сеанс двухминутный на этой колонии отдельно. Вот она светится и все в порядке. Я только индикатор не поставил. Вот она светится и все в порядке. Вот она светится и все в порядке. Вот она светится и все в порядке. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Это посох на медной ленте. Тоже пару минут. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И теперь обычные алюминиевые. Но немножко другая конструкция. Опять две минуты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok